У любителей древнеегипетской культуры на особым счету имена и работы таких известных художников, как Жан-Леон Жером, Карл Вернер или несравненный Дэвид Робертс. Многие великолепные зарисовки этих живописцев, сделанные во время их путешествий по Египту, вскоре стали не просто ценными с точки зрения мастерства, а уникальными, поскольку успели запечатлеть храмы и памятники, которые в будущем будут разрушены, повреждены или перенесены на новые места. А вот об этом замечательном художнике не знает практически никто, хотя с его произведениями знаком почти каждый из нас. Как так вышло? А вот как. Зрители могли заметить, что я не раз показывал пейзажи и изображения храмов Нубии и Египта авторства англичанина Эдварда Лира. Особенно ценные зарисовки сразу нескольких ракурсов нубийских храмов Амада и Махаракка, куда и сегодня редко добираются туристы. С этих рисунков в наш суматошный мир льется не только мягкий свет нубийского зноя, но и ощущение покоя и умиротворения. Ведь, в отличие от нас, вечно спешащих, у путешественников той неторопливой эпохи было много времени, чтобы побыть наедине с руинами древьегипетской цивилизации. Эдвард Лир – человек множества дарований, известен не только как художник, но и как музыкант и поэт. Обожая растения и птиц, он стал известен целым рядом совершенно замечательных ботанических и анималистических рисунков. Лир был первым художником, который рисовал птиц с живых экземпляров, а не с чучел. В 16 лет он стал серьезным орнитологическим художником, а в 19 выпустил свою первую книгу «Иллюстрации семейства попугаев». Эдвард также прославился в саркастическом карикатурном жанре. Превосходно владея фортепиано, аккордеоном, флейтой и маленькой гитарой, он не только исполнял сам, но и сочинял музыку для многих романтических и викторианских стихов. А сочиненные им самим коротенькие ироничные четверостишие знает каждый из нас, кому в детстве читали его лимерики в переводе маршака. Собственно, расцвет такого необычного поэтического жанра, как лимерик, и был связан с именем Эдварда Лира, выпустившего в 1846 году книгу «Нелепец». Сам он так объяснял их появление. «Жизнь видится мне в основе своей трагической и тщетной, и наши маленькие шутки – единственное, что имеет в ней смысл». Жил один старичок с кочергой, говоривший в душе и о другой, но вопрос «а какой?» он лишь дрыгал ногой и лупил всех подряд кочергой. Жила старушонка в Джайпуре, с душой вечно жаждавшей бури. Забравшись на сук, она долго на юг глядела, не видно ли бури. Жил на свете старик в бороде, говорил он, я знал быть беде. Две совы, три чижа и четыре стрижа свели гнезда в моей бороде. Эдвард Лир обладал острым слухом, очень чутким и восприимчивым к любым окружающим звукам – от чирика не воробьев до звона тарелок официантов или рева цирковых львов. Когда Эдвард путешествовал, одел он это постоянно, то вел путевой дневник о местах, через которые проезжал. Были в нем и музыкальные зарисовки. Так, в путешествии по Италии вспоминалась Лиру песня о славе Гарибальде. На Корсике полюбилась песня рыбаков. Путешествуя по Египту в 1866 году, Лир был очарован пением матросов на Филуке, плывущей по Нилу под парусом. Он записал свои впечатления так. Матросы поют песню хором на четыре голоса. Так самобытно и прекрасно в одном запеве говорится «Таеб, таеб». И сейчас же следует ответ. «Бабу бендир». И затем хором «Ай-ляй». Очень красивая песня. Вся в миноре. Он даже попытался записать услышанную мелодию на основных нотных станах в своем дневнике. Двадцатью годами ранее Лир включил партитуры в свои иллюстрированные экскурсии по Италии, чтобы читатели могли не только визуально, но и музыкально перенестись в места, которые он описывал, услышав то древние песнопения паломников, а то и народную итальянскую песенку в честь ласточки. С очень юного возраста Лир страдал эпилепсией и астмой, а к зрелости получил серьезные проблемы еще и со зрением. Когда оно стало слишком слабым для работы над детализированными рисунками гравюрами для литографий, он переключился на пейзажные живописи путешествия. Большая часть его поездок была профессиональной, так как доход Лира зависел от создания рисунков и иллюстраций, которые были на пике моды у викторианской публики. Путешествуя по Европе, Греции, Индии, Турции, Палестине, Иордании и Египту, он создал множество цветных рисунков в своем уникальном стиле, который затем превращал в картины маслом и акварелью, а также в гравюры для своих книг. Его пейзажи были насыщены видами с ярким солнечным светом и интенсивными цветовыми контрастами. В течение пяти визитов в Египет Лир побывал повсюду, от Александрии на севере до Вадихальфа в Нубии. Он создал большое количество картин, пейзажных зарисовок и набросков с древних развалин, живых египетских городков и нубийских селений в своем неповторимо лиричном стиле. Об этом интересном человеке было написано несколько биографических книг, а кто-то даже находил скрытые послания в творчестве Эдварда Лира. Вот мы с друзьями, например, точно нашли пару тематических египтоманских лимериков. Один старичок из филей был коварен и многих хитрей. Он взбирался на пальму при погоде нормальной и смотрел на руины филей. Один господин из Луксора любил широту кругозора. Он взбирался повыше, из пальмы, как с крыши, смотрел на руины Луксора. Как-то некий старик из Египта на вершину залез эвкалипта, потревожил ворону, перешел в оборону и вернулся на землю Египта. Субтитры создавал DimaTorzok